Привет! Вы на канале Девайс. Сегодня на обзоре материнской платы от компании Asus, модель Prime B450MK. Надеюсь, что вам понравится это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Поехали! Материнская плата не только станет надежным фундаментом для вашего первого компьютера, но и откроет широкие перспективы для апгрейда по мере увеличения ваших амбиций. Поддерживая всю функциональность новейших процессоров AMD Ryzen, она дополняет ее инновационными решениями от Asus, такими как высококачественный встроенный звук, автоматическая оптимизация параметров системы, гибкая регулировка вентиляторов. Это прекрасный выбор для тех, кто хочет легко, быстро и недорого собрать свой собственный ПК. Данная материнская плата совместима с процессорами AMD Ryzen, которые устанавливаются в разъем AM4. Насчитывая до 8 ядер, модели серии Ryzen воплощают инновационную микроархитектуру Zen и могут оснащаться мощным встроенным графическим ядром Radeon Vega. Процессоры AMD для разъема AM4 поддерживают интерфейс USB 3.1 5 Гбит в секунду, 16 линий PCI-Express 3.0.2.0 и двухканальную оперативную память DDR4. Материнские платы Asus – высоконадежные продукты. Каждый экземпляр подвергается разнообразным тестам на протяжении более чем 8000 часов, поэтому их надежность превосходит требования промышленных стандартов. В списке совместимости серии Prime B450 можно найти тысячи различных устройств, в том числе длинный перечень модулей памяти. А это значит минимум проблем при самостоятельной сборке компьютера на базе данной материнской платы. Чипсет AMD B450 обеспечивает высокую производительность новейших процессоров AMD Ryzen для разъема AM4. Он поддерживает технологию AMD StoreMI для ускорения накопителей, а для подключения периферийных устройств предлагает по паре портов USB 3.1 Gen1 и Gen2, а также 4 порта SATA 6 Гбит в секунду. Специальный EPU-чип от Asus оптимизирует энергопотребление компьютера, позволяя достичь существенной экономии электричества. Он поддерживает особый режим работы, в котором отключается питание от неиспользуемых контроллеров периферийных устройств. Благодаря продуманной разводке слотов памяти, материнская плата обеспечивает стабильную работу новейших процессоров Ryzen совместно с различными модулями DDR4 от комплектов начального уровня до оверклокерских. Материнка наделена интерфейсом USB 3.1 второго поколения в виде стандартного разъема Type-A, пропускная способность которого 10 Гбит в секунду, вдвое превышает возможности USB 3.1 Gen1. Присутствует возможность вывести на переднюю панель компьютерного корпуса высокоскоростной интерфейс USB 3.1 Gen1. Чтобы увеличить скорость работы пользовательской памяти до беспрецедентных значений, можно объединить в RAID-массив пару твердотельных накопителей, работающих в режиме PCI-Express. Используя четыре линии PCI-Express 3.0.2.0, интерфейс M.2 обеспечивает скорость передачи данных до 32 Гбит в секунду. Он идеально подходит для подключения современных твердотельных накопителей. Задняя панель разъемов включает в себя один порт DVI-D, один порт D-Sub, четыре порта USB 3.1 Gen1, два порта USB 3.1 Gen2, одну сетевую LAN-розетку RJ45, три разъема аудио подсистемы и два разъема PS2 для клавиатуры мыши. Asus – это крупнейший производитель материнских плат и разработчик множества инноваций, которые впоследствии стали промышленными стандартами. Благодаря многолетнему опыту компания Asus является лидером отрасли с точки зрения производительности, надежности и совместимости производимых ей устройств. Если вы хотите собрать самый лучший компьютер, используйте материнскую плату Asus. Каждый вентиляторный разъем может регулироваться на основе данных от трех термодатчиков. Более того, утилита FanExpert позволяет задавать температуру некоторых видеокарт Asus в качестве базиса для изменения скорости вращения системных вентиляторов. Чтобы придать компьютеру индивидуальность и яркость, материнка позволяет подключить светодиодную ленту, работу которой можно синхронизировать с другими ауросовместимыми устройствами Asus – технология AuraSync. Данная материнская плата снабжена красочной светодиодной подсветкой с различными визуальными эффектами. Инновационные инженерные решения и высококачественные компоненты – залог высокого качества встроенной аудиосистемы. Разделены аналоговая и цифровая секции для минимизации помех. Японские конденсаторы вносят неоценимый вклад в обеспечение высокого качества звука. Раздельная разводка аудиоканалов уменьшает уровень перекрестных помех. Материнка может похвастать долгим сроком службы за счет технологии 5X Protection 3, которая охватывает целый ряд инженерных решений, служащих для защиты от электрических перегрузок, коррозии, электростатических разрядов и прочих неприятностей. Используется технология SafeSlot Core – это особый способ крепления слота PCI-Express, который обеспечивает большую прочность и устойчивость к деформациям. Разъем проводной сети на материнской плате оснащается специальной защитой от статического электричества и перепадов напряжения. В системе питания данной материнки используются стабилизаторы, которые обеспечивают защиту от перепадов напряжения, которые могут возникнуть при использовании блоков питания не самого высокого качества. Цифровая система питания DG Plus отличается высокой эффективностью, надежностью и стабильностью при любых нагрузках. Для предотвращения перегрузки потоку и коротких замыканий на материнской плате используются встроенные предохранители. Они защищают все компоненты устройства, начиная с периферийных разъемов и заканчивая слотами памяти. На материнке реализована полноценная защита от потенциально опасных разрядов статического электричества, воздушного электростатического разряда напряжением до плюс-минус 10 кВт и контактного разряда до плюс-минус 6 кВт. Задняя панель изготавливается из нержавеющей стали, покрытой тонким слоем оксида хрома, который обладает антикоррозийными свойствами. Благодаря этому она может похвастать долгим сроком службы. Программное обеспечение Fanexpert 2 Plus представляет собой полноценную систему управления вентиляторами, которая поможет добиться эффективного охлаждения компьютера при минимальном уровне шума. Материнская плата наделена удобным в использовании и функциональным интерфейсом UEFI BIOS. Пользователь может задать скорость вращения вентиляторов вручную, либо выбрав один из предустановленных вариантов регулировки от бесшумного до максимальной скорости. Режим максимальной скорости также активируется автоматически при достижении температуры в 75 градусов. Продвинутый режим BIOS служит для глубокой настройки материнской платы. Встроенная поисковая функция поможет быстро найти нужные параметры в многочисленных разделах удобного пользовательского интерфейса. Приложение AMD Store MI позволяет сделать весь компьютер более отзывчивым за счет снижения времени загрузки операционной системы и приложений. С его помощью вы можете одновременно получить и скоростные преимущества твердотельного накопителя, и высокую емкость традиционного жесткого диска, благодаря тому, что наиболее часто используемые данные автоматически переносятся на более быстрый накопитель. Я почитал отзывы в интернете на эту материнку, и вот что пишут владельцы. Начнем с негатива. Нет радиаторов на ВРМ и отверстий, чтобы их поставить. Отсутствие охлаждения на М2. Слабоватые цепи питания под восьмиядерные процессоры. Слоты оперативной памяти близко к кулеру. Иногда по показаниям HW Monitor сбрасывает частоту процессора. Полноразмерные двух-трех кулерные видеокарты вставлять и снимать неудобно. Странное крепление под М2. SATA порты размещены неудобно. Мало разъемов под вентиляторы охлаждения. Есть и положительные отзывы. Имеет все настройки для разгона памяти. Удобный биос, хоть и не суперфункциональный. 4-контактный выход питания на корпусный кулер. Мягко затухающее мерцание желтого оттенка не раздражает. Есть подсветка контура аудиовыходов и защелки слота PCI-Express X16. Возможность установки М2 накопителя. Простота в установке. Практически нет брака у данной модели. Наличие современных стандартов USB 3.1, Gen 1 и Gen 2. В описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. До встречи в следующих обзорах, с вами был канал Девайс, скоро увидимся!